Да, отец, можно мне задать вопрос, да? Можно, отец Каун, давай. Значит, вот вчера, да, вот я не успел тебе задать этот вопрос, там говорили о священстве, священство по чину Аарона и священство по чину, здесь, Мелхиседека, Бога Всевышнего. Ну и вот такой вопрос, значит, здесь встретение, когда, значит, исполнились дни очищения, значит, Иосиф с Марией привели младенца и взял Симеон на руки и благословил Бога и сказал, что вот идет на там спасение Израиля, Вот миссию Иисуса Христа предсказал, значит, можно, значит, этого Симеона называть, значит, как меньше благословляется большим. Значит, можно его назвать священником по чину Мелхиседека, как он благословил Бога, как Мелхиседек встретил, благословил Авраама. И так и он благословил. Вопрос понятен. Открывай притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Просчитай. Ответ там. О, сейчас. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Открывайте все, не сидите зря. Кто первый, считай. Полный ответ тебе дается. 30 глава, какой стих? 5-6. Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А учиться лжецов по озере Огненном, по 5-10 назад, батюшка, никогда не выдумывайте вопросы задавать, не искушай людей. Он никакой не священник, и праздника никакого не было. Речь шла о смерти одного человека. Это монахи придумали праздник-то, Сретенье-то. Почему не сделать Сретенье, когда Павел на пути в Дамаск обратился? А у тебя день, когда ты обратился, для тебя Сретенье такое. А то событие никакой роли не играет нигде. Пророки предсказали сто с лишним раз. Зачем придумать? Он выше, меньше. Написано, благословите Господа. Я что, больше у Господа разве? Благословление означает, за все дела его я его славлю. Благо славлю. Ничего больше нету в этом. Ну, здесь твоя мысль, отец, правильная. Но здесь Мелхиседок, это же был человек, священник Бога Всевышнего. Значит, как человек он же смертный. Кто-то же исполнял эту должность. Значит, именно как человек смертный, значит, кто-то занимал другую должность. И вот он благословил Бога. Христос же есть истинный Бог, и жизнь вечная. Бог во плоти. Отец, сейчас как прочитали, не прибавляя к словам его. Ты вообще наш научись читать. Вы, священники, все грешите. До одного грешите. Ибо твоё есть царство, и дальше ещё читай, как? Спокойно, спокойно. Я понял мысль. Отвоё есть царство, что дальше читаешь, когда в алтаре? Что? Да будет прилицарство твоё. Да будет воля твоя. Нет. Избави нас от лукавого. А потом что читаешь? Божий наш. Считай слух. Я, который есть царство, и сила, и слава. Ну, ещё не можешь закончить, не знаешь как. Отца и сына, если бы так, а духа? Нет, ну там этих слов нету, нету. Откуда вы прибавили? Зачем вы это делаете? Нету слов этих. Нету слов этих. Там нет во веки веков, а написано во веки. Вы привыкли? Вы привыкли в органе, что попало? Не приболевай к словам его. Это слова Христа, Ощи наш. Да. У меня и Христа стали. Ну, тогда, значит, отец, вот, прошу прощения, вот, возникает вопрос, значит, его встретил Авраама, священник, Бога Всевышнего. Так, третий раз повторяешь, я тебе отвечаю, мы не знаем, куда пришёл и куда ушёл, и написано, не имеет ни начала, ни конца. Вот в этом смысл. И поэтому он его, Павел, уподобляет Христу. Мы не знаем, а кто у Христа, мать на небе, никого, а кто на земле отец, не знаем. И в этом смысле тот священник был, а где он кого обслужил, никто не знает. И не надо добавлять ни этого слова. Вот оригинальничают в беззаконии. Ты вот считаешь, когда, велища душа моя, Господь, зачем туда счастнейшую херавим затащили? За каждым предложением счастнейшую херавим. Вытащите счастнейшую херавим отдельно. Не прибавляй к словам его. Отдельно сделай, можно. Тот, кто это делал, монахи, они Бога не боялись, священного писания не знали. Вот это, что сейчас говорим, эти суда будут на суде Божьем все. Не прибавляй к словам его ни слова. Нет отца и сына, и святого духа. Притом все, и патриарх, все вы виновны. И сказать никак нельзя. А мы без священника, когда слушаем, служим здесь, это слова нету, и архиерея нас одобрил, все нормально. Вы Бога не боитесь. И поэтому у вас еще не получается. Воры в законе больше имеют авторитет в Грузии, чем вы. И кто-то маленький укоротил Саакашвили. Что с Саакашвили? Укротил воров в законе. В пресс-камеру. Их начали насиловать. А после этого он должен есть около параши. Так что у Саакашвили есть добрые дела. Да-да, у него добро со злом перемешано. Но если взвесить на весах, у него зло. Отец, зачем ты говоришь? Я говорю, только об одном не добавляй. Вы все начинаете добавлять. Зачем это говорить? Добавляешь, ты сказал. Виновен, нет, ты продолжаешь еще. У него зло. А вы перемешали, как это зло. Молитва, молитва, всех молитвы выше. Молитва отче наша. И в нее все равно залезли монахи. В России крещение было, когда? В 988 году. А Библия переведена в 1876 году. Тысячу лет жили без Библии. Никто ничего не знал. Ни одной Библии вроде не было. Я могу... Да, понятно. А в детстве, когда начали переводить на понятный греческий язык. И патриарх поддержал. Патриарха убили. Патриоты. Дьяволы. Да. Но я могу рассказать, откуда возник у меня этот вопрос. Вот историю рассказать. Ублуждающий. Там ничего не надо. Что Павел сказал. О этом остановись. Не придумай. Он меньше, больше. Он благословил, ты принял. Все. Не власти туда. Вы в народ и идете. Самая важная вина. Ваши рядом, которые живут люди, Бога не знают. У вас страха нет на это. Посмотри, которые монахи. Когда я говорил, как они взбущились у вас в вашем храме, когда я там был. Да. Да, это правильно. Ну только еще, я же тебе не прибавляю. Не прибавляй к словам, его брат Николай просчитал. Это говорит Соломон. А это говорит не Соломон, а Дух Святой. Все писание Бога Духновенное. И писали вот святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вы против Духа Святого бунтуете. Что вы делаете? Молитва, вообще наша главная молитва, и в нее заперли туда. Умнее Бога хотите быть. Иисус вышел на проповедь 30-летний. А сегодня ставят ему 20-летний, это уже поставили. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила запрещают. Подряд всех ставят. Даже не смотрят. Написано, где нет погружения, нету крещения. 50-то апостольское правило. Посмотри, как крестят. Даже хорошая купель показывает. Стоит вот так вот. Вот так стоит. Ну, ноги-то подогни, и ты под воду ушел. Нет? Его священник головой сперва все наружу. Вчера мы смотрели. Безумственно просто накажут. Ни один ерекик так не будет крестить. Ни один старообрядец. Православие как будто проклятое перед Богом. И крещение. Крещение забирает деньги. Симония. Смертный грех. А на Вселенских Соборах я посчитал, было примерно 1500 архиереев. И вы даже не смотрите. 1500. И ты, маленькая вошка, против их идешь. Считается, Шестой Вселенский Собор, второе правило. Сие правила, извещенные Духом Святым. Трубы Духа Святого. И кто посмеет, говорит, на том будет это наказание. Скажу, букву убивает, Дух животворит. Нет, подожди, Отец. Я просто историю расскажу, почему у меня возник этот вопрос. А если ты не расскажешь, подожди. Если ты не расскажешь, зачем тебе его говорить, других заражать? Он не должен возникать вопрос. Его ответа нет по Писанию. Златоуст говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Не рассуждаем. Рядом Златоуст не ест. Понял. 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 Вопрос этот убери и никогда не задавай. Ответа на него нет, кроме того, что сказало Священное Писание. И главный вопрос, где? У апостола Павла посланники евреям. Все. У него нет начала. То есть мы не знаем, когда родился. И нет конца. То есть не знаем, когда умер. Это у него начало и конец. Но Библия не говорит. И Павел не добавляет. И сравнивается с Христом. Мы не знаем, кто у него на небе мать, и на земле кто отец. Видишь, как он сделал? Какой поворот. И мы должны на этом остановиться. Все. Павел сказал, это не доказательство. Но оно уже в Библии написано. Мы принимаем, как есть. Сегодня, если я буду такие делать доказательства, мне в глаза наплюют. Почему он послание к евреям даже не подписал? Павел боялся. Все послания подписаны. А это нет. Чтобы приняли, поверили. И мы приняли и поверили. Ну, да, это понятно. Иисус Христос, священник вовек, по чину Милхиседека. И будет царствовать во веки веков. Аминь. Да. Так, все, откажу. Никогда больше не задавай никому этот вопрос. Я вчера слушал, и я думаю, что же он делает? Тогда разве можно это? Вопрос задавать, вопреки Писанию, это сектантское суемудрие. Когда Христос стоял на одной ноге? Да кто ж такие вопросы? А когда? А когда на осла садился, ногу поднял? Это что? Господь достоин таких вопросов, чтобы о нем безумствовали? Ну, понятно. Благодарю. Поехали. Слава Христу. Ты разумный человек. У тебя правильное крещение, поэтому среди других священников ты на высоте. Правильное крещение, которое тебе преподали с полным троекратным погружением. Если, считаем, говорит, не будет погружено тело, хотя бы с блошинный глаз, у блохи глаз какой, крещение недействительное. А тут подряд вот так ладошкой берет, в воде стоит и ладошкой поливает. Ну, здесь нет о крещении. Ян Златоуст говорит, большая часть священников погибает. А на стольной книге священнослужителей, второй том, 601-я страница, при Патриархе Алисии II вышли эти книги, там прямо написано, «Серапим молился три дня и три ночи на камне, и не о царе, а священниках-архиереях. Помилуй, Господи, что они делают». И Бог заговорил, я не знаю, как, деревья забудели или что, но Бог сказал, «Не пощажу и не помилую, ибо вымыслями человеческими заменили истину Божию. Берегись попасть в эту гробу». «Серапиму Бог ответил». А ему ответил Бог, «Ни одного священника спасенного нет». Зато он говорит, «Большая часть, вот 10 священников, 10 архиереев, из них самое малое, шестеро будут в воду гореть. А тут распинаются перед ними. Иконы есть, посмотри, дьявол тащит в ад. Не проституток первых тащит туда, не наркоманов, а священников и епископов. Ясно. Так, все, отхожу, с Богом. Да, с Богом, да. Благодарю, Отец. А ты не только, не только, вот научил меня правильному крещению, но и кассеты, и проповеди, и сколько лет окормляюсь. Так что, слава Богу. Аллилуйя. Благодарю.